Продолжение следует... 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 студии. Три года она зависит руководителя всей сети в студии, поэтому правильный институт тоже хорошая возможность для клиентного роста, если вы любительный человек. Есть, например, да, тоже такое направление, как смм-специалист. Знаете, кто это? Да, тоже, естественно, да, там у нас все соцсети, каждый день выходит разнообразный контент в Телеграме, в Инстаграме, в ВКонтакте, не знаю, вот все, где только можно представить. Поэтому тоже мне будет грамотные люди со знанием английского, которые вообще понимают, как работает у нас странный язык, тоже очень прикольное, перспективное направление, да, ну, видите, естественно, металлисты, управляющие тоже здесь есть. А вообще, да, вот при выборе работы, на что вы опираетесь? Потому что, честно говоря, каждый год, а мы каждый год приезжаем в университеты, и в это, и в другие, да, и немножко меняются реалитеты у молодежи. Расскажите, что для вас самое важное, например, при выборе? Условия труда, а что, каким? Условия труда, а что предоставляется? Я работаю с, если бы, обирательство, то в Киеве предоставляют материалы, например, бумага, печатность, но это же... Да, 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 нет, 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 я смеюсь пытаюсь, скорее, потому что, да, то есть я за свою жизнь много в сети работала, и, да, действительно, условия бывают супер-разные, да. Да, также, те же карандаши, да, все, какие-то зимы, потому что ты говоришь. Да, здорово. Отлично, что вы это отметили, потому что, на самом деле, это такой неочевидный фактор, как будто бы, казалось бы, когда приходишь на работу, да, и приходят свои карандаши приносить, или что-то там дома распечатку в офиценте, да, это, конечно, неконкорно. Ну, и, конечно, заклада, да, сказали официальное предустройство с окладом, чтобы что, ну, в смысле, это хороший, просто интересно, чтобы что, потому что очень часто на собеседованиях скрывается, что люди это говорят просто потому, что мама так сказала. Чтобы потом в пенсию было. Да, чтобы в пенсию, в день за оклады куда-то, например, я заболела, я не получу ничего, когда выйду по личному. Например, у женщины беременности, и она не получит никаких декоративных денег, особенно для беременности, ирона, потому что оплачу туда было сделано, а не оплачу. Тогда еще корпоративное такси. И котелок. Может, просто снесли сначала с двойной. Микроклимат. Микроклимат отлично. Да. Ну, люди, наши церкви совпадают на больших процессах с окладом, поэтому, чем мы не цветочки. Так. Ага, значит, деньги, условия, специальное трудоустройство. Основные приоритеты. Микроклимат, да? То есть коллектив. Микроклимат. Так, здорово. Микроклимат работа тоже важный. Отлайн или больше? Это важно. Может быть, да, да. Вообще, возможность гибкого графика, да? Потому что сейчас, я знаю, что приоритетичный, молодежный, да? Я, правда, не люблю гибкий график, потому что я не умею себя саморганизовать. Надеюсь, что поколение будущего лучше в этом плане, да? Так, теперь давайте какие-то более конкретные пункты, на что стоит обратить внимание. Про это расскажет Мария. Да, но я буду опять же опираться больше на языковую сферу, да? Первое, про что я хочу сказать, о наличии лицензии. Наверное, кто-то из вас уже говорил, работают репетитором или там работают где-то в центре. А лицензия, знаете, такой документ, который покрывает почти все пункты, о которых вы говорили, да? То есть наличие лицензии в образовательной организации означает что? Что у нас есть четко прописанная календарь, кинзематическое оборудование, да? То есть вам не нужно там доставать какие-то свои материалы, подготавливать там, что-то более в вас будет, и все будет. Второй пункт, это, конечно же, помещение, в котором вы находитесь. Лицензия говорит о том, что все нормативные организации проверили, да? То есть распродукт надзор, это квалитет в образовании, который проверяет программу. То есть все-все-все точно в этой организации, так скажем, белое, да? И будет устраивать вас. Второй пункт, тоже, который немаловажен, это стабильность, да? Про которую мы и говорим. Допустим, кто-то из вас сработал репетитором на лето. У вас есть работа или репетиторство летом? На каникулах, а сейчас весенние каникулы. Зависит от детей, если родители любят куда-то присоединять в Турцию, то... Да, но хотелось бы, да, какой-то стабильности. Понятное дело, что вот вы работаете, вы получаете определенную сумму денег, и, доп, случаются каникулы, и вы как будто достаете себе заработать, да? То, что и дает языковая школа на каникулы, во-первых, у нас не прервается обучение, да, все издательные занимаются. Мы дополнительно на каникулах еще организовываем что-то типа формата городских лагерей, да, что-то дать долг на груз для тех, кто-то хочет заработать, какое-то дополнительное тоже всегда есть. Так что, Татьяна Сергеевна, нажала. Я сдвинулась в полосе. Можно следующий? Следующий момент это карьерный рост. Наверняка там вы приходите супер вдохновленный, хотите работать с педагогом, вы понимаете, что это то, что вы хотите заниматься всю свою жизнь. И вот, допустим, проходит 3-4-5 лет, и вы понимаете, что вроде и так же детей любите, вроде и преподавание все еще очень сильно нравится, но хочется чего-то больше, да? Это то, что и дает компании до карьерный рост. Вы можете вырасти до методиста, если вы хотите развиваться именно в преподавании. Вы можете вырасти до управляющей, если вас больше интересует как-то управленческая тема, тема продаж. Это тоже все возможно. Поэтому тоже спрашивайте всегда на сферси, у них возможен ли карьерный рост. Какие вакансии вам могут предложить в будущем, да? Потому что никто не хочет быть в какой-то такой непонятной стагнации. Следующий. Это же, конечно, конкурентная заработная оплата. Многие из вас говорили, да, что один из параметров это именно заработная оплата. Как вы думаете, какой сейчас примерный диапазон зарплат у, ну, давайте, педагогов в частных школах? Больше, 120. 70. Ну, вот смотрите, получается у нас где-то воронка 70-120. Ну, это действительно, наверное, близко к такой конкурентной зарплате. Опять же, мы говорим, если мы говорим про нагрузку, да? То есть, несмотря какую нагрузку вы хотели бы. Ну, это примерно, наверное, близко к реальности. Поэтому тоже смотрите, чтобы всегда в вакансии указывалась зарплатная плата за, допустим, академический урок, да, или один урок с этими детьми, чтобы вы могли примерно рассчитать, чтобы это было для вас понятной суммой. Да, следующий момент это обучение. Как вы думаете, вообще нужно ли обучаться дальше, или вот вы закончили, ну и нет? Конечно, мы с вами, да. А какое бы вы обучение для себя хотели? То есть, это больше, может быть, выше магистратура, да? Или, может быть, второе образование? Или это какие-то все-таки курсы? Что вы для себя? Все вместе, да? Все вместе. Уже не надо, у тебя шансы, все интересно. А кто-то из вас рассматривает дальше, допустим, магистратурную, кто заканчивает инфекция? Да. А кто-то хотите? Ну, соответственно, даже если вы, допустим, работаете в школе, в частной школе, в общепритивательной школе, всегда классно проходить какие-то дополнительные курсы, будь то, как мы проходили именно по методам, да, части, или там просто выехать с коллегами, вдохновиться чем-то, что-то узнать новое, пообщаться с коллегами, с единомышленниками. Обучение тоже всегда важная часть. А вы знаете вообще, что есть, например, по английскому, ну, да, когда они сразу, сколько конференций, то есть, если что-то, что они есть. Потому что их штук 20, на самом деле, есть, да, и их желание можно все посещать. Очень красиво. По трендам. Многие из них какой-то английский, низкий тоже, да, такой прикольный пообщаться с коллегами на английском, прокачать свой. Да. Подложая дальше, про наставничество, тоже, допустим, когда я только начинала работать, для меня одним из страхов было то, что вот я приду, мне скажут, садись, работай, да, и я просто не буду знать ничего, что происходит, кто мне расскажет, кто будет этот человек. На самом деле, тоже важный момент в компании, когда есть, допустим, отдел наставничества или специальный человек, за вами закрепляется, старший коллега, который вводит вас в курс дела, что вообще происходит, да, как организуется процесс, что мне этого нужно будет, как вот с этим работать, как с этим, то есть, да, какой-то человек, коллега, или, допустим, там, руководитель, который будет вам все это рассказывать, объяснять, помогать в первые месяцы, это, естественно, будет тот человек, который вам очень сильно поможет биться, чувствовать себя намного-намного более комфортно. Конечно же, второй пункт, про что мы с вами говорили, это оснащение студий. Мы стараемся идти в ногу со временем в наших кабинетах расположена эта интерактивная доска, то есть не просто проектор, а именно доска, где вы можете еще работать с ребятами, все, допустим, дошкольники, да, обожают выходить, соединять картинки со словами, а у нас есть телевизоры, проекторы, удобная мебель, да, чтобы тоже провести свой рабочий день в комфорте. Конечно же, я там не говорю про там, пологу с кофе, с чаем, да, перекусить, отдохнуть, а это тоже всегда необходимо. Конечно же, нельзя забывать и про какое-то удовольствие, да, потому что микроклимат в организации, мы проводим корпоративы, мы проводим выездные мероприятия, конечно же, по желанию, да, летом, допустим, мы можем выехать все вместе на даче, чтобы отдохнуть зимой, это какие-то корпоративы, причем мы очень любим корпоративы, мы обычно снимаем огромные залы с барменом, с диджеем, с лекущими, в общем-то, чтобы все действительно отдохнули и после Нового года с новыми силами и только просто работаем. Да, обязательно, конечно, поздравления коллег, с днём рождения, дарь, 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 все-все праздники, мы любим все. Да, есть небольшая практическая часть, там у меня три ситуации, но я думаю, мы какую-нибудь одну раз посмотрим, посмотрим, насколько зажилось. Вот, например, вот такая, если вы решили, да, попробовать на вакансии преподавать, вы пришли, с вами беседовали и говорят, что супер, под поседавцы можете выходить. Как вы думаете, что здесь? Да. А где-то такое-то другое. Хороший уровень языка не поведет. Супер. Так, еще что-то. Мы сядем в русском языке, и языковая школа. Да, да. Отпечисательно. Констовары не выделили. Карандаши, эти самые карандаши, конечно, и про. На самом деле, вы правы. И, кстати, у меня тут даже нет пункта про цифровой договор, да, или про то, что надо принести, там, справку о инцидимости, пройти межкомиссию, медкнижку, да, для работы особенной с детьми. Да, молодцы, молодцы, да. Так что обращайте на это внимание тоже. Давайте, может, еще нехорошо идут. Так, если вам говорят, что занятия идут по своим пособиям или по авторской эпидемии. Главное, чтобы не противоречили нашей конституции. Так, это записывается, поэтому поддерживаю. Кто знает, куда Роман Анатолий потом выкладывает. Нет плана. А значит, кто будет это все планировать? Сергей, я опять же, это дополнительное время, которое не оплачивается. Отлично. Да, вот именно. Это правильно как мысли. Если чего-то готового нет, значит, это готовите вы. Ну и плюс, опять же, да, если... То есть, все ситуации не вымышлены, на самом деле, да, это то, что приходит нам и рассказывает о собседованиях люди, там, вот про там, про самозанятость, про то, что летом всех вольняют, например, чтобы не против спускных, поэтому, к сожалению, все это слезами написано в ситуации. Так, вам сообщают, что вы приняты в качестве преподавателя, но еще иногда надо, заключать договор или оплату принимать. Ну, если это не прописано, то, что ты можешь сам задавать. А будет ли заключаться договор о материальной ответственности, если вы принимаете оплату? Ну, сложно, что ли, ну, ну, пару раз как всего, ну, никого нет, ну, пока нет администратора. Пусть это будет какого-то если работник работает с деньгами, то он должен подписывать договор с супер. Отлично. и просто это, да, такой тревожный звоночек, что раз я администратор, то хотят сэкономить на чем-то и, скорее всего, в итоге сэкономят на базу. Так, отлично. Что еще вам хочу рассказать? Если вдруг, ну, вообще сейчас разберем анкетки на любую, да, на любую? Мы расскажем, что в июне мы вообще каждое лето проводим такое, знаете, а-ля интенсив для тех, кто хочет связать свою жизнь с преподаванием. Не обязательно, допустим, в нашей компании, но если просто вам будет интересно узнать, как вообще работает рынок преподавания, да, что можно получить от этой вакансии, что это будет вообще для вас. У нас проходит такой двухдневный тренинг, это бесплатно, да, для тех, кто наставит анкетку, кто спишется с нами, ведут это мероприятие академические директоры и методисты и English, соответственно, да, будем разговаривать про методику, обсуждать, как вообще устроен этот клиник, конечно же, кофе-брейк-ланч, сертификат, опять же, это вас ни к чему не будет обязывать, но будет такой интересный опыт, да, если вы все-таки хотели бы связать свою жизнь с преподаванием. На самом деле, смотря на все ситуации, вы довольно-таки верно отвечали на все вопросы, да, конечно же, самое главное, чтобы вас официально трудоустраивали, чтобы у вас был договор, по которому вы будете работать, чтобы там были прописаны ставки часы, которые будут у вас, чтобы у вас был оплачиваемый полиничный декрет и так далее, да, вот эти такие самые важные моменты. Конечно же, нагрузка. Допустим, у нас, в наших студиях нагрузка обсуждается по подавателям сентябре, когда только начинают работать, да, в конце мая с прошлого года. У нас, возможно, нагрузка, как-то, два дня, там, если вы хотите еще с параллельностью заниматься, пожалуйста, работайте два дня. Если вы хотите там большую заработную плату, много часов, вы можете выбрать 5 дней работы, с часу до 10, у нас работают преподаватели, кто там, да, хочет закрыть потехи, машины, еще какие-то моменты, соответственно, выбирает более накруженную ставку. Можете посмотреть в нашем группе ВКонтакте, там мы рассказываем вообще, что у нас происходит, наш телеграм-канал, там еще можно получить чек-лист красный флагерсобеседования, это элемент, о том, что мы с вами сегодня обсуждали, можно подосканировать вот тот правый для вас получается, да. Кому-то достались рисовочки, там тоже есть всегда, но и на всяких квартирах. Можно подойти до анкет, если вдруг вы планируете. Да, так что, если хотите узнать, вы планируете. А можно вопрос? Конечно. У меня такие организационные тоже. Есть ли дресс-код у вас в компании? Нет, никакого официального дресс-кода нет. Ну, да, если вы преподаватель, да, хотелось бы, чтобы он был как преподаватель, но... Сколько человек в группе, которая приходит на занятия? Максимум 8 человек. И третий вопрос, ну, он может такой, наверное, бывают какие-то, ну, конфликтные ситуации, как они решают с обучающимися. У нас есть, конечно, преподаватель, мы максимально отгораживаем от этого, да, преподаватель, тот человек, который умеет именно преподавать. Если его поставить с мамой, которая хочет, там, решить какой-то конфликтный вопрос, мы выставляем социально-обученный фритет, администраторы, управляющие менеджеры, которые обучены тому, как выходить из конфликтных ситуаций, как эту конфликтную ситуацию разрулить, да, поэтому мы тоже, там, администраторы, наши менеджеры знают английский язык, потому что вдруг у мамы вопрос, там, что-то связано с исключением, мы все можем сказать, что это все подробно. Ну и давайте мы отгораживаем от этого. Да, ну и вообще, если зайдете в нашу группу ВКонтакте, да, то посмотрите, сколько у нас положительных отзывов, поэтому мы очень сильно работаем над тем, чтобы все наши клиенты были довольны, да, мы действительно хорошие продукты даем, поэтому у нас все любят на самом деле, да, но если вдруг есть какие-то вопросы, то эти вопросы и если вы вдруг решите дорасти до человека, который этим вопросом занимается, мы обязательно расскажем вам, как это сделать, так, чтобы переведить человека, да, то есть на самом деле очень много полезных навыков, да, там, заведения, переговоров, какие-то там, в ритмной ситуации, это вам потом везде может быть. Да, или, допустим, если вы хотите, вам нравится, может быть, разговаривать с людьми, убеждать их в чем-то своем, попробуйте, может быть, вакансию менеджера как раз-таки, мы очень много рассказываем клиентам про наши продукты, да, то есть работаем с возражениями, да, то есть многие сейчас, а зачем вообще английский язык нужен, сейчас вы живете в такое время, то есть, да, что вы скажете на такое? Да, я скажу по-другому, китайцы тоже учат английский, и документацию тоже на английском, поэтому от английского мы пока нет, да, все еще мировой язык у нас английский, поэтому мы тоже работаем с возражениями, рассказываем, мы родителям, ведем переговоры, это тоже отдельная большая часть, если вам интересны, если это возможно, как-то именно административное выкатило. Не будем тогда вас задерживать, если есть вопросы, можно задать всем вместе, можно облить, там, да, порядок, можно заплатить анкетку, если. Есть желание, присоединиться к нам на наш тренинг в юнии, заполняйте анкетку, мы с вами связываемся и потом уже начнем. Прикажите, с вами, со мной. Спасибо. имею ввиду, на миру, Ага. Спасибо. И, соответственно, Спасибо. Это December. Спасибо. Это начальное Team du fulovской компании. Я. Давай в coure وettис. Ой, и все. Мне-то сделать эту тему, это – это действительно очень важно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...